Всем привет! С вами Дмитрий, канал League Grazy Motion и сегодня у меня достаточно интересное видео, в первую очередь для меня самого. Короче, так получилось, что есть такая английская компания Build Army и они меня попросили сделать мультик про Францию во Второй Мировой. Пообещали дать мне наборы для того, чтобы я сделал этот мультик. Я, естественно, согласился и, короче, они мне прислали наборы. Они мне прислали, в первую очередь, французский танк Р-35 и там до кучи еще всякого разного немецкого, ну это еще буду собирать. А вот Р-35 я уже собрал. И так получилось, что примерно в это же время мне пришел танк с Алиэкспресс, тоже Р-35, потому что я Францию изначально планировал делать, как бы уже пришло время. Франции у меня еще не было, значит надо заняться. И вот так совпало, что я и сам планировал и плюс меня как раз попросили. Ну и наборы прислали. В общем, все удачно совпало. Это все к чему? К тому, что у меня получилось два Р-35 от разных компаний. Я сейчас как раз хочу на них посмотреть. Значит, обе компании, это от Brick Panda, это от Build Army. Обе компании делают из лего совместимых деталей, вот та, которая находится в Англии Build Army. Они изначально делали всегда из китайских деталей, чтобы сделать, удешевить цену своих моделей. Ну а Brick Panda, находящийся в Китае, конечно, само собой делает все из китайских деталей. Значит, первым я собрал набор от Build Army. Они мне попросили сделать обзор для англоязычной публики, для того, чтобы промоушена, чтобы потом сайт прорекламировать, набор прорекламировать. Но как бы про Россию я думаю, что они не думали, поэтому я могу смело говорить все, что я реально думаю про этот набор. Так, значит, масштаб 1.35 примерно. И по... Так, у меня еще тут Зулусы всякие и британцы остались. Значит, в реальной жизни я включил видео, чтобы посмотреть. Значит, R-35 это действительно легкий маленький танк. И взрослый человек, когда стоит рядом, у него голова доходит до середины башни. То есть, ну, танк маленький. Он реально маленький. Он мне чем-то напомнил... Такое ощущение, как будто R-35 это относительно свежее перерождение Renault FT-17. То есть, не особо отличается. Значит, здесь же в масштабе 1.35 у Build Army танк получился большой. Прям гигантский. Но тут никуда не деться. Этот масштаб все-таки играет роль. Значит, из того, что мне нужно, гусеницы вращаются. Вращаются достаточно легко, слава богу. А то часто это бывает проблема. Для анимации мне надо, чтобы они вращались. И модель собрана надежно. Что тоже, слава богу, как бы... Я люблю, когда модель берешь, передвигаешь, и с ней ничего не случается. Она реально хорошо собрана, надежно собрана. Так, только башня зачем-то отвалилась. Вот. Ну, раз уж отвалилась башня, то я тогда сразу расскажу, что там внутри. Короче, не знаю зачем, но Build Army совершила классическую ошибку, которая ведет к удорожанию модели по непонятной причине. Они внутри попробовали сделать какую-то детализацию двигателя. Но даже вот сейчас, когда я показываю, ни хрена не видно. То есть, зачем там детализация двигателя, какие-то лишние детали потрачены, совершенно непонятно. Причем я думаю даже, что я, может быть, возьму и вот так вот сделаю. Вот так я не сделаю, ладно. Потом. Короче, для того, чтобы был доступ к детализации, которую все равно не видно, получается, что башня держится на одном пене. То есть, вот этот квадратик, он вот так ставится. Ну и как вы видели, там квадратик остается и наклоняет, ладно, не важно. Да пофиг на самом деле. Ладно, доступ внутрь мне не нужен, поэтому мне до лампочки застревает, не застревает. Короче, башня вращается. Вот это сверху, это, я так понимаю, что это не люк. Вроде, насколько я помню, в ролике про этот танк, это какая-то башенка смотровая, что ли. А люк вот здесь вот сзади, вот через это тут залазили они. Вот. Здесь он чисто декоративный, залезть туда нельзя, что логично. Резинкой прикольно сделал вот этот шланг. Тут вообще металлическая по-хорошему труба должна быть. Еще забавно, некоторые детали покрашены. Вот это прям странно. Вот, допустим, вот эта вот деталь, вот эта деталь, вот эта деталь. Они были изначально серые, но Build Army их просто тупо покрасила. Я не знаю, видимо, каких-то деталей у них не было, и они их красили, чтобы удешевить. Но, в общем, это странно немножко смотрится. Значит, по функционалу все. Гусеница вращается, башня вращается, и сзади открывается лючок. Больше никакого функционала. Модель крепкая. Масштаб, ну, куда деваться, масштаб брикмании. Так, и вот после этого я собрал модель от BrickPanda, тоже R35. Что мы имеем? Из плюсов он более компактный, и я бы даже сказал, что визуально более реалистичный. Потому что R35, он действительно, здесь какой-то он у Build Army какой-то более вытянутый. Здесь он более компактный, что реалистичнее выглядит. По высоте примерно одинаковые они. Нет, это такое ощущение, как будто на один плейт ниже. В общем, по размерам BrickPanda выигрывает в ее пользу. Дальше, гусень. А, по надежности. Вот по надежности, скажем так, танк не разваливается, но надо быть с ним поаккуратнее. В общем, собирался он достаточно геморройно и, скажем так, не очень, я бы даже сказал, не очень адекватно, что ли. То есть, если Build Army собирался по канону, то есть, не знаю, там, пластины, как бы, потом постепенно колеса по бокам, ну, и как бы он нарастал. То этот собирался, вот я такую схему очень не люблю, когда он собирается из-за тонких разных деталей, которые потом друг к другу как-то непонятно крепятся. В общем, какой-то лоскутный танк. И я бы сказал, что по надежности он спорный. Но не разваливается, и слава богу. Гусеницы. В целом вращаются, но иногда за что-то задевают. Не, ладно, вращаются нормально. По гусеницам равенство. Башня. Тоже все время за что-то задевает, но в целом вращается. Причем, по кругу она провернуться полностью не может, потому что она здесь, она так плотно идет к корпусу, что здесь выступающий пин 100% задевает. То есть, она может вращаться только вот с ограничениями. Ну, вращается, ладно. Так, сзади лючок. То есть, функционал такой же. Вращение башни, вращение... А вот, кстати, здесь даже визуально и... Ой, это прикольно. Можно посадить, как в реальном танке. Вот, как я видел в ролике. То есть, можно попробовать фигурку, запихнуть, вот как по-настоящему ездили французские танкисты. Получится запихнуть? Рано обрадовался. Не получится ни хрена запихнуть. Так, а если немножко вот это снять? Снять, посадить. Назад надеть. И теперь сделать вот так вот. Да, получится. Все, прикольно. Вот так вот французские танкисты ездили. Шикарно. Есть только одна проблема. Компания Build Army меня очень просила снимать мультик только с их техникой. Поэтому я не смогу его использовать в этот раз. Выглядит шикарно. В общем, у брикпанды преимущество по размеру. Преимущество по башне. Потому что этот функционал шикарный. Вот когда вот так вот фигурку можно посадить. Детализация. Ну, я бы дал равенство некоторое. Хотя вот здесь вот фонарь сделан. Инструменты навешаны. Запасное колесо. А у Build Army, ну, просто некая детализация вот по бокам есть. Ну, ладно, более-менее. Значит, из плюсов Build Army хорошо сделаны катки нижние, опорные. Здесь немножко как-то по-дурацки вот сделано. Но я подозреваю, что здесь масштаб сыграл свою роль. То есть, в мелком, в чуть меньшем масштабе сложнее было сделать вот такую детализированную, как бы, я не знаю, что это называется. Ну, короче, в общем, система катков. Это, конечно, плюс в пользу Build Army. Но глобально... У меня есть ощущение, что танк от Brickpand выигрывает. И визуально, и по функционалу. И плюс они еще идут с наклейками. Вот здесь надпись «Кенгуру». И еще здесь по бокам идут такие вот, типа, этих сердечек. Я просто не наклеил в этот раз, там, попозже наклею. У меня еще второй танк есть от Brickpand. Короче, есть шанс, что я потом, когда буду делать следующую мультик про Францию уже сам по себе, не с рекламным контрактом, то я буду использовать Brickpand все-таки, а не Build Army. В общем, да, мое заключение такое, что у Brickpand и танк лучше. По цене, самое смешное, что не скажу. Я хотел сравнить цену, чтобы уже окончательно показать. Но танк R35 от Build Army полностью распродан, сайт пустой, и они его даже сняли. То есть, он одно время у них продавался. Там, по-моему, даже две версии было. Но, короче, они все распродали, и сейчас его нет, и цены нет. Поэтому я посмотреть не могу. Так что сравнений по цене не получилось. И, кстати, еще плюс в пользу Brickpand у них идут в комплекте два танкиста. Танкист коричневая фигурка. Значит, торсики – это наклейки. На белой фигурке смотрится немножко странно, а вот на коричневой смотрится очень даже круто и аутентично. Идет исторически верный костюм французского танкиста. Шлем. Ну, ладно. А, кстати, забыл еще одну вещь сказать. А, лица совершенно убогие, лица надо менять. Лица абсолютно вот прям вот жуткие. Еще одна прикольная вещь с танком от Brickpand. Вообще, когда я начинал это видео, я думал, что это все обернется рекламой Build Army, а получилось, что это реклама Brickpand оказалась. Короче, у танка R35 было несколько модификаций. Одна из первых модификаций, она даже чем-то была похожа на Renault FT. И у нее сзади был вот такой вот блок, вот с таким вот хвостом, который помогал преодолевать окопы. Если вы помните, вот о Renault FT-17 я рассказывал. Так вот, при сборке Renault R35 у вас есть выбор на какой-то стадии в инструкции, в самом начале. Вы можете выбрать, какой танк вы собираете. Вы можете построить более раннюю модель. И тогда вот этот весь задний блок по-другому собирается и ставится вот эта хвостовая часть. То есть, она собиралась, а дальше был выбор поставить ее. Сейчас уже, конечно, заменить ее невозможно. Это на стадии сборки надо сделать. В общем, хвостовая часть ставится и у вас получается удлиненная модель R35. Но мне короткая больше нравится, поэтому я сразу короткую собрал. И у той модели R35 шла другая пушка. Может быть, даже вообще это была не пушка, может быть, даже это был крупнокалиберный пулемет. Я не знаю. Короче, я просто помню, что Renault FT-17 шел в двух версиях. С пушкой и с пулеметом. Вот здесь R35 в версии, которая похожа была на Renault FT-17. Может быть, даже вот это вот был пулемет. В общем, пушка тоже могла... А я сейчас могу заменить? А я и сейчас могу поставить вот эту фигню. Вот. Я потом посмотрю, насколько это аутентично. В общем, вариант пушки можно у Renault R35 от Brickpanda менять. Ну, что, получается победа нокаутом. Похоже, Brickpanda оказалась намного лучше Build Army. И по цене только не знаю. Вот сравнить не могу. Но есть подозрение, что компания в Англии не будет сильно дешево продавать. Так что я считаю, что, похоже, полная победа Brickpanda. Но, как ни печально, Brickpanda использовать не могу. Буду использовать Build Army в настоящий момент. Короче, ссылка на Renault R35 от Brickpanda будет в описании на Алиэкспрессе. И есть еще один, тоже R35. Я его потом попозже соберу. Может, просто в виде, там, в комьюнити просто фотографию выложу. Такой же, но в другой расцветке. Тоже такой симпатичненький. Короче, хороший танк от Brickpanda. Да, немножко неожиданно закончилось видео. Я реально не ожидал, что вот такое получится. Победа нокаутом за китайцами над англичанами. Все. На этом завершаю. Ссылка в описании. Если понравился, смотрите. Покупайте Вторая мировая на моем канале. Относительно скоро. Ну и все. До новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо. Пока.